В ибре 2008 года Мексики завоевал золото на международном молодежном чемпионате мира по любительскому боксу. 2009 год бронзу на чемпионате мира в полутяжелом весе в Милане. В 2018 году стал победителем на 23-х центрально-американских и карибских игр супертяжелой весовой категории в Колумбии. Посе Ангель Лагуэр Гомес! Ну вот от итогов этого боя будет зависеть, выиграет сегодня наша команда или же первый матч закончится ничью. Напоминаем, наша команда ведет со счетом 5-4. Пока! Рэпери в ринге Лев Соколов. Вот вы видите данные боксера, все очень близко. Думаю, бой тоже будет довольно близкий. Ну и давайте посмотрим. Дернулся сначала Гомес, пробить справа, но увидел, что есть там брешь под удар слева. Датыкается сейчас на удары раз за разом Бабанин. Просто стоял перед соперником, да, позволял его себя бить. Гомес и этот джир два раза дошел до цели. Бабанин не достает. Ну, кстати, вот у него часто такая сложность соперника, то, что он не самый рослый парень, ему сложно подходить, сложно выходить на свою дистанцию и там уже работать. Потому что как только он там закрепился, то у него все... Долго готовится, Бабанин, долго готовится, Гомес этим пользуется. И снова засаживает прямые между перчаток и кубинец. Преимущество у Бабанина было, что у него довольно быстрые руки были всегда. Это позволяло ему иметь превосходство над соперниками. Сегодня пока мы не видим этой скорости. Кубинец с одиночными довольно неплохо попадает. Боковые удары, да. Бабанин пробивает гонос. Провалил сейчас Бабанин. Хорошо. И серийно начинает работать, Максим. Достал до соперника, дернулась с того голова, но правда Гомес ответил. Жестко вот сейчас проходит удар у Бабанина. Наконец он, по-моему, почувствовал соперника, да. Начинает пристраиваться. Надавил Максим на голову соперника. 15 секунд до окончания первого раунда. Очень неприятная двойка Гомеса. Гомеса еще неплохой афер-кот. Это тоже надо учитывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй раунд на ринге. Боксеры супертяжелого веса, любимец волгоградской публики, боксер, который представляет этот город, Динамовец Максим Бабанин против Гомеса. Боксеры из Кубы, довольно титулованного и опытного. Бабанин довольно ровно начал бой, но к середине и даже ближе к концу чуть подстроился под соперника и сейчас второй раунд я думаю, должен прибавить. Пытается Гомес пробить сквозь перчатки по Максиму этими силовыми ударами справа и слева, вот апперкот очень хороший вылетел у Гомеса. Да, у него хороший апперкот, я уже говорил, что надо его опасаться. Ну и передняя рука, конечно, тоже. Опоминаю, что счет пока в этом матче 5-4 в пользу россиян. С исходом поединка зависит, выиграем мы первый день или же будет вечерний. Хорошо, сейчас по туловищу на грани пробивал Бабанин, но удар пришелся в туловище не ниже корпуса, не ниже пояса. Вот сейчас хорошо несколько ударов очень точно Бабанин приземлил по сопернику и дальше продолжает их отгружать. Корпус, голова вот так вот заставил отклониться головой назад он Гомеса, тот, соответственно, выставил вперед живот и пропустил туда удар. Очень важно, какой будет Максим в третьем раунде, потому что я вспоминаю, когда он пытался пробиться на Олимпиаду в Реда Жанейро, но ему не удалось именно вот в третьем в последнем раунде он в решающем бою просаживается. Уступил. Джебом попал Гомес, но тут же ответ у Бабанина. И с этим надо отметить, что довольно неплохую скорость для супертяжей показывают и тот, и тот, и тот, и тот. Ну, у Бабанина группы всегда были быстрые. Гомес тоже не промах в этом компоненте. Ну, посмотрите, открытый бой начинается. Зрители завелись. Ну, президент федерации голод за Россию у Марк Люблева будет. А, Штеханов? Спасибо. Все решится в третьем раунде. Головой сейчас Гомес попал по Бабанину, но, слава богу, все обошлось. Ну, к кубинцу, кстати, и рефери также перед выходом на второй раунд сказал, чтобы тот голову повыше держал. Ну, это, я так понимаю, особенность просто Хасе Гомеса. Неприятная особенность должна быть. Само собой. Бок! Третий и заключительный раунд поддавливает по-прежнему Бабанин. Но надо все-таки больше ударов выбрасывать. Да, он сейчас не сразу встал на свою дистанцию. Хорошо, вот сейчас. Слово, неплохо пробил в туловище Максим. Ну, коллега, снова продолжает. Да, голову перевод неудобно. Ну, пробивает корпус неплохо Максим, конечно. Да, уперся, опустил голову сейчас вниз, немножко так кинул соперника на канаты. Было замечание, но ничего страшного. Гомес чуть-чуть замедлился. Ну, если есть силы у Максима, надо поднимать там. Максим сейчас активно скатировался на работе корпуса, да? И во втором, и сейчас в третьем раунде наносим. Низко. Они свое дело делают, конечно. Замедляется соперник. хорошо, сейчас филкает левым в челюсть. Правым боковым сынок. Бабанин лучше. Да, свой ринг. Публика болеет. Нельзя ее подводить. Максим хорошего проводит этот педаль на раунде. Действительно хорошо. Да, как только он подошел к Гомесу, он уже подошел где-то в конце. Он стал опережать Гомеса, Гомес замедлился, и у Максима стало больше получаться. Да, но я имею в виду другое, что подошел уже в конце первого раунда Максим на ту дистанцию боя, которая ему удобна. И вот только, может быть, в начале третьего раунда чуть-чуть с нее слетел, но очень быстро вернулся, и здесь продолжает трясовать его соперника. Хорошо. Боковые удары по цели от Бабанина. То, что и надо было. Грибайт в третьем раунде. Решающий. 15 секунд до конца. Попадает Бабанин. Точнее. Хорошо. Просто очень хорошо. Молодец, Максим. Молодец. Максим. Стоп. Разменилась немножко. Хороший бой. Максим доволен проделанной работой. Эдуард Кравцов также доволен своим подопечным. Не подвел он свою публику, да? Хорошо отмаксировал. Левый правый, и я левый сбор. Вот, видите, как убирал голову, уходил. Все. Всем привет. Я обещал, я сделал. Молодец, Максим. Легко. Спасибо всем, Молгоградским. Президенту федерации. Всем спасибо. Максиму обязательно надо было победить в этом бою. И подвести свою публику, да и свою ренаме поддержать тоже. Я был немножко так... Встревожен. Вначале встревожен, да. Но потом Максим подстроился. До завершающего поединка первого дня международной встречи сборных команд Кубы России становится представителем синего угла ренга. Максим Бабонин. Максим Бабонин. Первый вечер принес победу команде России. 6-4 окончательный итог этого матча, друзья. Мы поздравляем наших ребят. Мы славный город, герои. Выдержали тяжелый экзамен. Молодцы. Спасибо за эту победу. Спасибо за шикарный бокс. Дамы и господа, это был первый день. Ну и что ж, самые интересные моменты первого дня. Первой матчевой встречи, вернее, Россия-Куба. Завтра продолжение этого дня. Начало хорошее. Все очень здорово. Ну а на этом мы с вами будем прощаться, друзья. Для вас работали Роман Гришин, Борис Скрипко. До завтра. Счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова